Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать девятый урок «Город, именуемый смешением». И сегодняшняя тема мы рассмотрим вчерашнюю и сегодняшнюю, поскольку, к сожалению, вчерашняя тема была пропущена. «Вино гнева» – так называлась тема вчера. И давайте мы прочитаем тексты, которые говорят о влиянии Вавилона, вот этой отступнической религиозно-политической системы последнего времени. Откровение, 17 глава, 1-2 стихи. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Итак, живущие на земле, то есть здесь не делается исключений, здесь такое масштабное заявление, описание. Все живущие на земле упиваются вином блудодеяния, и цари земные, здесь без ограничения их количество. Понятно, что не все жители земли подпадают под влияние этой отступнической системы, но видим, что ее влияние будет очень-очень обширным. Откровение, 17-15. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки». То есть, блудница сидит на водах, воды символизируют народы, племена, язык. То есть, опять же, говорит о всеохватности влияния этой власти. Откровение, 18 глава, с 1 по 4 стихи. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростно вино блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос небоговорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Очень много информации здесь, в этом отрывке. Здесь говорится о том, что народ Божий в последнее время исполнится силой Духа Святого и будет провозглашать определенную весть очень ясно, четко, громко. Вся земля светится от славы этой вести. И дальше говорится здесь, в чем суть этой вести. Суть ее в падении Вавилона, этой отсутнической системы. Здесь говорится о жилище бесов, пристанище всякому нечистому духу, всякая нечистая и отвратительная птица. То есть это все символы, которые означают ложные учения, ложные течения и ложных лживых духов. И дальше говорится о том, что все народы будут опоены этими ложными учениями. И здесь говорится, что эта религиозная система вступит в контакт, в связь с царями земными. То есть такой религиозно-политический будет союз. И кроме того, купцы земные разбогатели, еще и экономические интересы также будут захвачены, вовлечены в деятельность этой власти религиозной, религиозно-политической. Ну и провозглашается здесь также весь призыв к тому, чтобы Божий народ, который еще остается в этой религиозной системе, чтобы мог выйти оттуда. То есть это говорит о том, что несмотря на то, что система эта ложная, лживая, но в ней есть еще Божьи дети, Божьи люди, которые услышат призыв Божий в последнее время и выйдут, чтобы не разделить участь этой блудницы. Итак, здесь очень интересно, что вот этот Вавилон, он называется тайной. Почему тайна? В чем тайна? Это тайна беззакония, на самом деле, которая Павел говорит уже в действии. Тайна беззакония заключается в том, что осуществлена определенная подмена Божьим принципам. Есть Божьи законы, но они подменены подделкой этих Божьих законов. И мы видим здесь, что это тайна беззакония проявляется в ложном поклонении, в ложном дне поклонения, вводятся определенные ложные виды поклонения, то есть поклонения святым, поклонения Деве Марии, поклонения изображениям, поклонения статуям, поклонения мощам, поклонения на особых каких-то местах святых, так называемых, поклонения в том числе и священникам, поклонения в том числе и главе, земному главе этой церкви. И это все подменяет небесное служение Иисуса Христа и служение наше небесному первосвященнику Иисусу Христу. Вот в чем суть Вавилона. Суть Вавилона в том, что осуществлена подмена, и вместо истинного поклонения предлагается ложное. И люди не замечают этого, если они не вникают в учение Священного Писания, если они не исследуют самостоятельно, не проверяют, точно ли это так, по Библии, свою жизнь, свое служение, свою веру, свое поклонение. Тайна, Вавилон Великий, именно так называется тема наша на сегодня. И здесь давайте мы обратим внимание вот на что. Где в Библии появляется Вавилон? В Вавилон можно выделить в Священном Писании четыре таких, скажем так, временных интервала, где Вавилон проявляет себя. Первое – это строительство Вавилонской башни. Второе – это Вавилонский плен. Третье – это времена апостолов, когда Вавилоном называется Рим, римская власть. И четвертое – это Вавилон Средневековья и Последнего времени. Ну, их можно тоже разделить на четвертое и пятое, но тем не менее, это та отступническая религиозная власть, отступившая христианство, которая окажется в последнее время преследующей властью. И вот все эти случаи появления Вавилона в Священном Писании и в истории показывают характер этой силы, этой власти. Это всегда богопротивническая, богоотступническая власть, которая совершает определенную подмену. Но с самого начала, когда идет строительство Вавилонской башни, символ, эта башня является символом того, что человек стремится достичь Бога. Вместо того, чтобы принять Бога, сходящего с небес, человек пытается подняться на небо и достичь Бога. И сам стать, как Бог. И мы видим, что попытки превзойти Бога, попытки обойтись без Бога, это то, что характеризует эту силу, эту власть, назваемую Вавилон. Само название Вавилон, это такая игра слов. Баб-эль, это врата Бога. Или по-другому говорят, что это слово происходит от слова Баляль, что означает смешивать. Языки были смешаны у строителей Вавилона, и они не смогли окончить свою стройку. Вот об этом напоминает название Вавилон. Поэтому это название тоже символично, потому что тоже на протяжении истории мы видим, что в Вавилоне было намешано всего и всякого. И всякие разные учения, оккультные какие-то представления и практики, всякие таинственные ритуалы восточные, все это сливается в один такой котел под названием Вавилон. И сегодня мы видим, что, к сожалению, в христианских церквах есть признаки того, что языческие ритуалы, вавилонские обычаи и представления и практики входят и вошли в эти конфессии, в эти служения, в богослужебную практику. И все это, конечно, не может не вызывать тревогу, и также все это побуждает нас к тому, чтобы обличать, изобличать это все и призывать людей оставлять все вавилонское и возвращаться к чистоте веры священных писаний. Поэтому сегодня наша роль, наша цель, наша миссия в том, чтобы нести людям чистое учение священного писания. Вместо вина вавилонского в этой чаше у Иисуса Христа есть свое вино, чистый виноградный сок, символизирующий кровь Христа. И здесь, кстати, противостояние тоже этих чаш и этих вин между чашей вавилонской и чашей Нового Завета Иисуса Христа пролегает огромная пропасть. Поэтому выйди из нее, народ мой, прекрати употреблять эту смесь, ядовитую смесь вавилона, и возьми в руки чистый виноградный сок, который символизирует крови Иисуса Христа и символизирует чистоту Слова Божьего. Прими за основание своей веры священное писание и отбрось от себя все то, что противоречит священному писанию. Все то, что было добавлено, все эти наслоения, все эти какие-то мистические, таинственные какие-то ритуалы и представления, все это необходимо отбросить, все оккультное и вернуться к чистоте веры апостолов. Пусть Бог благословит нас с вами самим ходить в этой чистоте, и пусть Господь благословит нас с вами нести простоту Евангелия, живущим вместе с нами, рядом с нами, людям. А сейчас давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты открываешь в Священном Писании принципы чистой веры в Тебя, Господи, принципы истинных заповедей Твоих. Мы просим, чтобы Ты благословил нас, Господь, ходить в законе Твоем и нести этот свет окружающим. Благослови, Господь, чтобы многие еще, кто сегодня находится в Вавилоне, могли бы выйти, обрести свободу, обрести прозрение, Господь, и увидеть Христа в своей жизни, в чистоте, в святости и в простоте следования воли Твоей. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, дорогие друзья, что Вы продолжаете изучать Священное Писание. Пусть Бог благословит Ваш сегодняшний день. Ну а мы прощаемся с Вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok